МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания Город. Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харли на главной теме сегодня. Внимание! Ищем очевидцев! Выясняются обстоятельства смерти мужчины на улице Чапаева. Пемида ждала 18 лет, как в приостановленном деле неожиданно нашлись все участники. Весеннее обострение, как брат зарезал брата из-за стакана крепкого чая. Следователи Московского межрайонного следственного отдела просят откликнуться очевидцев и свидетелей происшествия. 30 апреля в полицию обратился мужчина. По его словам, он заметил вдоль дороги труп человека, который явно погиб не своей смертью. За домом номер 23 по улице Чапаева района Канищева в городе Рязани был обнаружен труп некого Гудкова, мужчины, 88-го года рождения. Труп был обнаружен в поле рядом с проселочной, то есть грунтовой дорогой. На трупе имелось множество телесных повреждений, характерных для образования их в условиях дорожно-транспортного происшествия. О семье погибшего пока известно немного, но самый главный вопрос, при каких обстоятельствах мужчина умер и что скрывает виновник происшествия. Если вы располагаете какой-либо информацией, позвоните в ближайшее отделение полиции или обращайтесь в нашу редакцию по телефонам 720020 и 720021. Систематический следственный комитет проводит проверку дел прошлых лет. Представьте, стукнули вы кого-нибудь 18 лет назад, а ответный удар получили только сегодня. Примерно такой случай произошел с одним из рязанцев. История началась в 1997 году. В московском районе недалеко от кафе сотрудник ДПС остановил автомобиль. Водитель показался инспектору пьяным, но проходить освидетельствование и ехать в отделение тогда еще милиции задержанный наотрез отказался, а потом и вовсе ударил инспектора. Тем самым нанес средний вред здоровью стражу порядка. Началось следствие, но подозреваемый неожиданно исчез, а его поиски проходили так вяло, что уголовное дело приостановили до 2015 года. Хотя все это время подозреваемый находился по месту проживания. В основном банально паспортные данные человека, на него сведения. То есть данный человек получал документы, регистрировал акты, свидетельства, то есть получил даже паспорт заграничный. Соответственно, на данных, где указано его место жительства, место пребывания, так и было установлено его местонахождение. Визит следователя оказался настолько неожиданным, что мужчина тут же признал все свои грехи и раскаялся. Санкции статьи по данному уголовному делу с тех пор не изменились. За многолетнее укрывательство, а только правосудие, дополнительно виновнику ничего не грозит. А всем остальным это урок. Не стоит недооценивать и нарушать закон. Не дай мне бог сойти с ума. Нет легче посоха с ума. Писал когда-то Александр Сергеевич Пушкин. По всероссийской статистике, на тысячу человек в стране приходится один душевно больной. Никто не застрахован от этой болезни, которая может спровоцировать нервный срыв или сильное душевное потрясение. Если рядом оказался неадекватный человек, да еще и имеющий психиатрический диагноз, в первую очередь следует выбрать правильную тактику поведения, чтобы не навредить себе и ему. Правда, сам больной не всегда способен оценить поступок во благо. Этой весной несчастный случай произошел в квартире на улице Интернациональной. Участники конфликта родные братья. Младший, он же главный подозреваемый, уже много лет периодически находился на излечении в психиатрической больнице имени Баженова. Примерно раз на полгода он ложился на стационарное лечение. Через полгода выписывался, на протяжении двух недель был дома, у него было все хорошо. После этого, опять же, ему становилось плохо. И родственники его отвозили обратно на психиатрическую больницу. Последний раз его положили в психиатрическую больницу в октябре 2014 года, так как он почувствовал себя плохо, стал агрессивно себя вести с родственниками. 29 апреля пациента выписали, брат забрал его домой. И по обыкновению следил, чтобы родственник не курил сигареты, не пил слишком крепкий чай. Это провоцировало очередное обострение. Но как раз запрет и сыграл роковую роль. Младший брат решил пойти на убийство, для чего спрятал под подушку нож. Правда, решил дать обидчику еще один шанс. Подумал, как будет себя вести брат на следующий день, хотел посмотреть, а после этого только принять решение убивать его или не убивать. На следующий день, получив от старшего брата 50 рублей, подозреваемый купил на них пачку чая и целиком заварил ее в одном стакане. Погибший пить заварку запретил. Вот тогда и пригодился нож. Медиков вызвала соседка. Раненый мужчина успел добраться до ее двери, но спасти его не удалось. Мужчина скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. При доставлении в изолятор после того, как младший брат был задержан, ему проводилось непосредственно освидетельствование сразу в психиатрической больнице на предмет возможности содержания в изоляторе, то есть с обычными для того людьми, только осуженными к лишению свободы. И согласно заключению, он полностью может содержаться в условиях изолятора. Однако его психическое состояние в момент совершения преступления и психологическое, оно уже будет выяснено в ходе следствия. А действительно интересно, являются ли такие нестабильные люди проблемой для общества и куда следует обращаться, все-таки в скорую или в полицию? Прежде всего, необходимо в письменном виде фиксировать каждую опасную выходку больного. И скажу честно, закон стоит на стороне безумца, даже если он доводит окружающих до точки кипения. Если, например, психически больной сосед совершает против вас преступление, например, набрасывается с ножом, то в этом случае его отправят на принудительное лечение, так как по закону лицо, которое находится в состоянии невменяемости, не подлежит уголовной ответственности и наказанию за совершенное опасное действие. Решение о его принудительной госпитализации принимает суд. Только собрав кучу письменных доказательств, подтверждающих факты правонарушения соседа, можно смело обращаться в следственные органы. В результате расследования материалы подаются в суд, который назначает судебно-психиатрическую экспертизу, и человек может быть признан невменяемым. В качестве подтверждающих документов могут быть акты, подписанные сотрудниками Дома управления, о регулярных потопах, грязи и мусоре или испорченных дверях. Не будут лишними и заявления в полицию, справки от участкового о происшествиях, выписки из полицейских журналов и сообщения, а также заявления соседей. Если факт душевного нездоровья подтвердится, то участковый врач может принять решение о недобровольной госпитализации больного в психиатрический стационар. От таких цепочек и у здорового человека сдадут нервы, так что не провоцируйте и не умалчивайте. Своё здоровье дороже. В Новочеркасской тюрьме в отделении смертников сегодня представлена почти вся когорта донских серийных убийц. Это черноколготочник Тюман, Электрик, Бурцев, Крештопа, Муханкин. Их соседями вполне могли оказаться Андрей Чикатило и Константин Черемухин, но тем не повезло. Их расстреляли раньше, чем был введён мораторий на смертную казнь. Сегодня мы расскажем о звере, чьи пытки были пострашнее инквизиции. Он жив, называет себя филантропом и Лениным в неволе. А ещё развлекает себя написанием стихов, которые известны пользователям интернета под заголовками «Гражданская лирика». Почему творчество отъявленных негодяев вызывает такой неподдельный интерес в обществе? По жизненникам только и нужно потешить тщеславие и не быть забытыми. Почти у каждого из них была страшная цель – совершить рекордное количество убийств и таким образом войти в историю. Не стал исключением в этом плане и Владимир Муханкин. Старшее поколение и даже люди моего возраста прекрасно помнят, как в нашей стране готовились к 22 апреля. Каждый школьник знал, что недели за три нужно срезать берёзовые веточки, поставить их в воду, чтобы успели распуститься, сделать примерно вот такие цветочки с папье-маше или любой другой цветной бумаги и с красивыми букетами непременно в парадной форме прийти в школу. Так страна ежегодно торжественно отмечала день рождения вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. 22 апреля 1960 года в Ростовской области родился мальчик. Имя выбирать не пришлось. В такой день, иначе как Владимиром, не назовёшь. Матерью оказалась 19-летняя девушка. Очень красивая, симпатичная девушка. Но она работала в колхозе с винаркой. Она и сама понимала, что профессия не делает её завидной невестой. Но, как и все юные барышни, верила в любовь своего ухажёра. Так годик протянуть можно. Потом рожаю ему ребёнка, сижу дома. Какая разница, где я когда-то работала? Ну, а когда он всё узнает, поздно. Ко мне привык, ребёнка обожает, без меня жизни не представляет. Ещё и прощей не просить будет. За что? Ну, к тому времени не найдётся. За что? Но в жизни судьба провинциальных простушек обычно складывается по-другому. Когда эта девушка беременная пришла в дом жениха, то мать жениха очень была недовольна. Считала, что её сыну можно было найти более хорошую партию, как она говорила, девушки из конторы или из магазина, а тут всего лишь свинарка. Но самый главный удар был впереди. В тот самый день, когда женщина родила сына, её несостоявшийся любимый женился. На другой, на продавщице магазина. С тех пор во всех своих бедах она винила маленького сына. Он и без того терпел насмешки, унижения и оскорбления от сверстников. А тут ещё и мать не уступала в жестокости. Из самого детства этот мальчик стал убегать из дома. Он ночевал в собачьих будках, ночевал где-то на деревьях. Был фактически неуправляем. Потом, как бы в отместку за свою вот эту такую беспутную жизнь, он стал наносить из удовольствия какие-то раны животным, коровам, лошадям. Это доставляло ему удовольствие. За разные прегрешения маленький Муханкин был сослом в спецшколу. Учебное заведение для убийц, бандитов и насильников, которых в силу их малого возраста нельзя определить в детскую воспитательную колонию. Маленький волчонок попал в логово себе подобных, но и там оказался изгоем. Вот если дальше проследить события, то из 25 учеников этой школы 20 были осуждены за тяжкие преступления, а судьба еще пяти просто не была прослежена. Сначала он только воровал, причем делал это неординарно. Однажды самодельным штыком, который всегда носил с собой, он разобрал за полночи кирпичную стену магазина. Влез, а там другая стена, которую тоже пришлось разобрать. Внутри наелся, напился, товар и покидал в огромные мешки. И, спрятав снаружи, пошел за велосипедом. Когда вернулся, увидел кучу милиционеров, у которых поинтересовался, что случилось. Да тут какой-то дилетант магазин ограбил. Дилетант? Ну-ну. И увез первый мешок. Так он подходил еще раз в пять с вопросом, нашли дилетанта или нет, пока не перетаскал все награбленное. Он совершил разбой и совершил растление малолетней девочки, за что был осужден первый раз. А когда вышел на свободу, вот это состояние его, состояние неудовлетворенности жизни, и нелюбовь к матери, фактически ненависть к матери вылилась на то, что он стал нападать на женщин. У Муханкина был шанс исправиться. Он успел обзавестись семьей, но продержался недолго. Снова попал за решетку. К началу своей кровавой эпопеи 95-го года он отсидел половину из своих 35 лет. Муханкин не сразу пришел к убийству. Вначале только нападал сзади на женщин. Бил их по голове обрезком трубы. Схватив шапку или сумочку, убегал. С возрастом преступления становились серьезнее. Как говорил он сам, Чикатило показался бы цыпленком. Своё первое убийство Муханкин совершил поддавшись уговорам приятельницы. Та попросила избавить ее от надоевшего сожителя. Сделать это было нетрудно во время очередной попойки, но примечательно другое. Уже через несколько минут парочка спокойно рядом с остывающим телом занялась любовью. Непонятно другое, куда смотрела советская милиция и медики. Ведь еще в 88-м году перед вторым судом психиатрическая экспертиза подтвердила, цитата, «А социальное поведение, неуживчивость в коллективе, психопатия с сексуальными извращениями». Конец цитаты. На допросе у следователя заявил, что вы меня еще не узнаете, хорошо, что вы меня поймали, поскольку у меня были мысли уничтожить 40 сотрудников органов внутренних дел, с которыми мне пришлось сталкиваться. Муханкин успел пролить кровь в Волгодонске, Шахтах, Сальске. До момента задержания он совершил около 15 известких убийств. Когда следователи решили дать ему свидание с матерью, они удивились тому, какой страх внушает жестокому убийце пожилая женщина. Они так и не сказали друг другу ни одного слова. Сегодня вечный зэк по кличке Ленин нашел себя в поэзии, сбивая представления о себе строками о добре и предрассветной романтике. Осужденные вообще любят развить тонкую философию на бумаге. Это еще одно развлечение и приманка для тех, кто все еще верит, что осужденные смертники раскаиваются. Наш выпуск подошел к концу. Никогда не забывайте об осторожности и удачи на ближайшую неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова